в это видео можно мышку дергать бы он чуть не порвал его представляете поэтому как бы не что его до это собирать что ли пойдет подключаю хлопай бывший или нет всем привет с вами команда эксперт писи меня зовут артур и эта рубрика стань экспертом в этом видео мы расскажем вам о самых распространенных ошибках которые допускают наши клиенты поехали после того как вы распаковали свой пока вам нужно подключить устройство на примере нашего компа эксперт писи фьюри ссылку на которую вы кстати найдете в описании я вам продемонстрирую наглядно как правильно подключить каждое из устройств вы берете клавиатуру подключаете мышку наушники бывают разные и имеют два вида подключения через usb как клавиатура с мышкой и как в нашем случае это 35 стандартном расположении на материнских платах наушники подключаются в зеленый порт а микрофон у розовый но есть также геймерские материнские платы где разъемы черного цвета и там в основном нарисовано где подключаются наушники где подключается микрофон дальше мы подключаем интернет кабель питания теперь осталось самое последнее но немаловажное это монитор и при подключении его наши клиенты зачастую делают вот эту вот колоссальную ошибку подключив монитор в материнскую плату если у вас процессор со встроенной графикой то изображение на мониторе появится но fps в играх будет очень маленький либо она совсем не запустится но если у вас процессор без встроенной графики то изображение на мониторе будет отсутствовать в этом вся и проблема потому что монитор нужно было подключить видеокарту ее расположение в стандартных корпусах зачастую находится под разъемами материнской платы но пользователи подключают монитор материнскую плату и это самая банальная и распространенная ошибка так как мониторы покупаются в основном раз и навсегда люди с мониторами старого типа сталкиваются с еще одной проблемой это вга разъем который подключить ни на материнской плате не на видеокарте невозможно так как наше время периферия делается уже без этого разъема что делать в таком случае на помощь вам придут такие вот переходнички 9 дисплей порт и hdmi вы просто подключаете вга в этот переходник и сам переходник опять же не забываем подключить видеокарту если у вас монитор с частотой обновления больше 75 герц как в нашем случае правильно будет использовать кабель дисплей порт так как hdmi этой герцовки вам не выдаст на этом наша маленькая видео инструкция подошла к концу надеюсь после ее просмотра вы не будете допускать таких банальных ошибок при подключении устройств кстати об устройствах в этом видео мы использовали сэмпл предоставленный нам компании asus за что им огромное спасибо ссылку на каждый из них мы оставим в описании на этом у нас все подписывайтесь на канал ставьте лайк эксперт пока кстати об устройствах asus подарите мне монитор